Сегодня пятый день нашего большого путешествия. Мы собираемся в дорогу, но очень хотелось бы остаться еще в этих чудесных апартаментах. Вот посмотрите на заднем фоне старинный каменный французский дом. Мы жили на первом этаже. Сзади меня патио, в котором мы вечером чудесно посидели. Реально хотелось бы остаться. Этот дом прям мечта поэта. Но мы собираемся в дорогу, а пока у меня есть время, я хотела поделиться вчерашней историей. Мы приехали по указанному адресу, но никого не было. Мы позвонили по телефону. Телефон не отвечал. Телефоны Букинкома тоже почему-то не отвечали. У нас возникла такая форс-мажорная ситуация. И мы остановили случайную женщину-француженку. Ее зовут Вероника. И она не просто отмахнулась от нашей проблемы, посчитав, что невозможно решить. Она пригласила на свой дом, познакомилась с мужем. Она искала в интернете какие-то другие телефоны, звонила и пыталась нам всеми силами помочь. В итоге ситуация благополучно разрешилась. А в наших сердцах просто город Дурдан останется вот именно вот этой душевностью, теплотой своих граждан. Замечательный просто город. Если когда-нибудь соберемся в подобное путешествие, мы вернемся обязательно сюда. Платные французские дороги. Причем, ты едешь бесплатно сейчас. Платные французские дороги. Смотрели. Вова, река. Горона. И практически от полка кубарда. Платные французские дороги. Платные французские дороги. Аккуратно. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...